здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок как правило октябрь месяц это время когда к нам в умеренную зону приходят заморозки чувствительные к заморозкам виды растений такие как тагетис георгина и многие другие начинают повреждаться и отмирать в первую очередь нам очень важно спасти с растения георгин спасти в том смысле чтобы заготовить клубни георгин на будущий год не опоздать с этим процессом георгины не стоит выдерживать в почве достаточно долго для того чтобы ожидать пока поверхность клубней как-то уплотнится пробкалеет и так далее георгины не картофель георгины вообще относится к растениям из тропических стран они очень теплолюбивы и их период покоя является скорее вынужденным чем таким естественно физиологическим во всяком случае они совершенно не привыкли жить при морозе при таких низких температурах поэтому первые признаки повреждения георгин морозом являются сигналом к тому что их пора выкапывать многие избегают выращивания георгин считают что с этими клубнями довольно много возник на самом же деле если все правильно организовать то георгины клубни георгин сохранить достаточно легко их можно сохранить здоровыми жизнеспособными до следующего лета многие жалуются что при сохранении при теплой температуре при сухом воздухе георгины сморщиваются высыхают и потом не прорастают с другой стороны сохранение их во влажном подвале при плорохладных температурах может приводить к их плесневению что тоже неприятно и требует определенных забот или каких-то фунгицидных обработок я вам сейчас предложу способ который на сто процентов позволит вам сохранить клубни георгин здоровыми и такими мощными вырастить прекрасные растения уже в следующем сезоне и так для того чтобы получить клубни георгин здоровые без признаков повреждений их необходимо выкопать при первом первых признаках повреждения георгин морозами если растения не отошли а такое бывает что они отходят выкапывайте их выкапывайте их как можно раньше чем меньше ваши георгины будут контактировать с холодом тем лучше тем здоровее будет посадочный материал для приготовления раствора необходимо заготовить два растения тагетиса ну вот примерно такой объем растения конечно у всех разные но вот у меня два растения это вот такое количество их надо немножечко помять измельчить и запихнуть вот в такое вот ведро ну на самом деле любое другое но у меня вот такое и залить их примерно 8 9 литрами кипятка пропорции примерные все после того как этот раствор настоится он приобретет вот такой вот коричневый цвет будет похож на чай дело в том что тагетис надземная часть тагетиса содержит значительное количество фитостимулирующих и антисептических веществ в этой связи отвар тагетиса будет предохранять наши георгины от повреждения всевозможными грибковыми заболеваниями а также сапрофитной микрофлоры которая хотя и не является патогенной но поселяется на клубнях и в общем там ничего хорошего тоже не происходит второй компонент нашего состава это вот такой вот клей стандартный клей для современных обоев он в своем составе содержит модифицированный крахмал метилтиллозу и антигрибковые добавки антигрибковые добавки для нас также очень важны потому что они будут поддержкой тем натуральным финтанцидным веществам которые содержатся в тагетисе и будут предохранять клубни георгин от порчи перед тем как приступить к обработке клубни георгин их надо тщательно промыть от земли конечно в зависимости от сорта они могут быть очень большими эти клубни или вот такими компактными как у меня ну компактные клубни георгин характерны для современных густомахровых всевозможно красивых сортов вот это вот часть бывший стебель нужно немножечко даже еще подкоротить но вот так вот примерно потому что вот здесь в основании этого стебля и в основании клубни находятся спящие почки которые в будущем году дадут побеги для возобновления растения подсушивать георгины перед обработкой не нужно также если вы обнаруживаете какие-то подломанные клубни поврежденные клубни оставлять их для заживания до обработки тоже не следует на для приготовления нашего раствора необходимо в отвар тагетиса добавить вот этот вот клей клей для обоев дело в том что компоненты клея покроют клубни георгин тоненькой пленочкой которая будет предохранять их как от инфекции так и от излишнего высыхания это очень важно потому что при длительном хранении георгин в теплом сухом месте они превращаются буквально в сухарики и это в дальнейшем затрудняет их выращивание консистенция нашего состава должна быть ну как такой густой кисель она должна немножечко стекать но в то же время она должна оставаться на поверхности вот такой вот пачки 200 грамм хватает на полное ведро вот этого нашего состава поэтому рассчитывайте масштаб ваших обработок исходя из того какое количество клубни вам необходимо обработать и так я уже выкопал свои георгины у меня много конечно вот некоторые из них и я просто-напросто вот они отмыты от земли опускаю их как следует их обмываю как следует покрываю их этим составом полностью для дальнейшего подсыхания я их кладу на газетку вот в этом виде таком вот в этом все обмазаны в этом киселе они и должны сохраняться до весны до того момента как понадобится их доставать на свет выгонять и высаживать в землю такая обработка как я уже сказал позволяет их не только обезопасить от всяких грибковых и прочих инфекций но также предотвратить их излишнее иссушение поскольку и целлюлоза ее модификации модифицированный крахмал являются природными веществами впоследствии после высадки они подхватываются микрофлоры почвы и уничтожаются без остатка способствует развития конкурентной микрофлоры зоне роста растений что будет также способствовать такому антагонизму этой хорошей почвенной микрофлоры против каких-то потенциальных возбудителей болезней что ж метод действительно прост действительно очень эффективен я вам рекомендую им воспользоваться для сохранения ваших клубней если у вас какие-то вопросы возникли по этой теме пожалуйста задавайте их под нашим видео я всегда на них рад по мере возможности ответить на этом я с вами прощаюсь всего хорошего